Ну ладно, давайте продолжим. Итак, мы с вами остановились в неинтересном юге истории развития не только теологии, но и вообще человеческого знания, а это средняя и средняя эпоха, эпоха великих скаласов. Вот дальше все-таки начинается эпоха настоящих естественно-испытателей. Я говорил о том, что главная заслуга этой компании, начиная от Либерии Второго и кончая Акаму, это то, что они пробудили интерес к самому естественному знанию. Альберт Великий занимался ботаникой, просто занимался ботаникой. Как любитель, но занимался. Они пробудили интерес к истории биологии. Они ввели в обиход европейских ученых само понятие аристотик. До этого времени его в Европе просто не знали. Фома Атвинский перевел с Аристотеля. Это был первый серьезный перевод на европейский язык. И потому что сделан доступен. Именно на европейский язык для широкой публики. Повторяю, они сыграли свою роль. Хотя, конечно, никакого этапников вклада в естествознание как бы того вообще, они практически не внести фактического вклада. А вот этот идеологический вклад колоссальный в этой публике. Ну, а вот дальше пошла эпоха настоящих естественных испытателей. Настоящих ученых, которые по-разному, кто-то в области ботаники, кто-то в области залоги, пытался развивать то, что было положено в естествах. Я уже сказал, об этом говорил тоже, и еще раз повторю, что в естествах на многие века превращается в своего рода учебник. Вот книга «История животных» — это действительно своего рода учебник, который использовали специалисты самых разных областей знаний. И мы столкнемся сегодня чуть-чуть дальше с примерами, когда, скажем, принцип построения системы, которую Аристотель создавал на примере позвоночных животных, будут использованы в ботанике. То есть, на самом деле, эта книга сыграла колоссальную роль не только в развитии зоологии, но и в развитии ботаники. Ну, а сейчас мы все-таки поговорим именно о ботанических исследованиях. Потому что зоология на самом деле, и в этом, пожалуй, такая беда Аристотеля, заключается в том, что... А, собственно, что изучать-то было? Настоящих методов, новых методов, избыть, но не было. Микроскопия как таковая появится еще почти на 200 лет больше. Описывать то, что описал Аристотель, как он и так все описал. Поэтому вот зоология оказалась очень сильно заторможенной в своем развитии. Только в конце 16 века появляются работы, посвященные экспериментальной зоологии. Ну, скажем, каким-то экспериментом, связанным с животным. Нельзя назвать по-настоящему ингредиентальной зоологией, но во всем случае появляется такой раздел, как изучение животных в опыте. И развитие животных, и жизненные циклы животных. Масса других, я об этих работах тоже немножко упомянул. А вот ботаника, с ботаникой все дело обстояло значительно позже, потому что исчерпывающей системы растений не было. То есть, при настоящих описаниях растений не было. Я уже говорил о том, что мы узнаем эти растения только по рисункам, которые начали создавать в рукописных книгах. Ну, детский, 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 и так. Вот это единственный источник информации. Потому что описание таково, система такова, что определить, с чем имели дело автора, было практически невозможно. Ну, и вот я говорил о том, что именно на рубеже 14-го, 15-го, 16-го эпоха начинается эпоха великих открытий. Великих открытий, великих путешественников, которые привозят в Европу, к сожалению, не только ботанический, растительный материал, животный материал фактически невозможно транспортировать, а вот ботанический материал, где вроде бы начинает нападаться, они приводят растения со всего света. Впервые для исследователей появляется удивительное многообразие растений. И это приводит к тому, что уже, по сути дела, в середине 16-го века в Европе появляется совершенно удивительная вещь – ботанический сад. Первый ботанический сад появляется в 1525-м году в Паду. Причем это как раз связано с Падуанским университетом. В Рейдене в 1577-м году. Второй в истории Европы – крупнейший ботанический сад, который объединяет вокруг себя большое количество ботаников самых разных мастей. И квалификация этого. Ну, немножко отстает Париж. В 1598-м году в Париже возникает ботанический сад. Правда, он возник независимо от Сарбона. Парижский турниверситет был хорошо известен в том времени. Ботанический сад возник совершенно независимо. Но дальше произошло объединение этих двух разных организаций. А ученые, работающие в ботаническом сад приобретают возможность использовать уже не только засушенные, не только гербарные листы. Они получают возможность работать живыми растениями. Вот это очень серьезная проблема. Ну, опять-таки, хочу напомнить, что как раз в это время, в 14 веке, появляется книга печатания, а уже в 1480-м году выходит первое иллюстрированное издание, и опять-таки, посвященное растению. Но это уже, повторяю, это печатные книги. Это не рукописные иллюстрации в диаспоритах. Это печатные книги, это тиражи, и книги начинают разводиться вперед. Вот все это как раз и привело к достаточно быстрому развитию ботаники именно в этот период. Ну, пожалуй, я назову несколько имен, на самом деле их очень много. Людей, которые так или иначе были связаны с изучением растений, но я назову всего лишь несколько имен. Ну, пожалуй, первая фигура, такая достойная упоминания, это действительно очень крупный ученый, Иранин Бок. Это 1498 год, умер в 1554 году. Конец 15-го, начало 16-го еще. И Иранин Бок пошел в историю еще по одной причине. Он, пожалуй, первым обратил внимание на куземное растение. Вот то, что называется своя собственная флора. Мы еще до этого момента как-то увлекались вот этими привозными, а он обратил внимание, что на самом деле очень многое можно по растениям изучать непосредственно себя, рядом с собой. И вот он выпускает книгу, которая так и называется «История туземных растений». В этой книге он приводит, в общем, конечно, еще пока не очень внятное описание, но тем не менее он пытается создать свою классификацию. Я сразу же хочу сказать, что она не очень сильно отличается от классификации индийской линии. Дикие растения с пахучими цветами. Ну, от этого никуда не уйдет. Потом большая группа растений, в которой объединяются клевер, злаки, кормовые пахучие растения. Чем из руководства, если Бог выделяет такой таксон, так говоря, непонятно. Совершенно отдельная группа деревьев и старых. Ну, я повторяю, это система, которая не задерживает, конечно, никакой писти. И, в общем-то, это повторение с некоторыми вариациями в систему диаспорит. Но факт тот, что эта работа после длительного периода, после диаспоритного периода с нашего, это первая работа, в которой хоть как-то поднимается вопрос системы растений. Пожалуй, чуть-чуть позже Бока, серьезные работы предпринимает Валерий Корт. Это, правда, начало 16 века, 1515-1547 год, он умер совсем молодым. Возможно, что это был бы действительно выдающийся исследователь. Но Валерий Корт не оставил по тебе никаких работ, в которых бы он разбирался с системой растений. Но вот, что очень важно, его работа – это первая работа по анатомии и мафологии растений. Более того, он уделяет очень большое внимание методам изучения растений. Вот это тоже такая его работа своего рода методическая осмотр. Ну и потом Валерий Корт действительно, вот это действительно серьезное открытие. Он впервые установил размножение папокников, высунул размножение. Как размножаются папкиники? Это, повторяю, нет, естественно, цикл полностью он не открыл. Но хотя бы в принципе, принципиальное размножение папокников было бы четко описано. Ну а вот дальше начинается, это уже, повторяю, середина 16 века, начало и середина 16 века. И здесь появляются действительно очень крупные исследователи. И, пожалуй, из этого списка я могу назвать две фигуры. С одной стороны, это Геснериус или просто Гесснер, Конрад Гесснер. 1516 и 1565 годы жизни. Гесснер был, конечно, выдающимся энциклопедистом. Вот, пожалуй, после Плиния Стасова, по масштабу того, что Гесснер знал, по масштабу того, каким материалом он мобилировал в своих трудах, да, вот это, вот, что-то напоминает Плиния. Это действительно энциклопедист, такой самый высокий март. Он, ну, правда, достаточно перечислить перечень университетов, в которых он учился. В Чюрих, Страсбург, Бурже, Париж. Крупнейший университет Европы. Там он действительно получил очень широкое образование. А вот в 1537 году Гесснер становится профессором греческого языка. Никакого отношения к естественному знанию это не имеет. Немножко позднее Гесснер получает титул профессора философии. Причем такой уже настоящий классический философий. И опять-таки, это на самом деле не имеет отношения непосредственно к естественному знанию, к изучению живых объектов. Он очень много практиковал как медик. Ну, традиция, которая уходит еще там, туда, в Средние века, в Антику, к Ставелиту. Действительно очень много практиковал как медик. И вот среди прочих самых разных достижений, самых разных областей знания, Гесснер оставляет нам потрясающую книгу. Опера «Ботаника». Эта книга написана на промежуток почти что писала 6 лет. 1753-1579 год. Фантастическая книга. Книга, в которой впервые появляются понятия род и вид. Это не изобретение Алине. Мы и дальше будем об этом говорить. Вот определение рода и вида. Уже вспомните, да, что Аристотель подивался понятием «малый род», «большой род». Но тогда это были непонятия. Это было такое нечто совершенно обморхное. И Аристотель мог совершенно одни и те же названия использовать для обозначения совершенно разных групп живых. Гесснериус, или просто корон Гесснер, да, впервые упорядочил использование этих двух понятий для системы. Он пытался создать систему, но вот эта попытка, к сожалению, была не доведена до конца. А система сводилась к тому, что он использует разные показатели для... Ну, в принципе, это повторяет то, что было сделано в свое время Аристотелем. Когда Аристотель разделил всех предвоночных животных на жилородящие, яйца родящие, имеющие конечности и не имеющие конечности. Вот то же самое. Гесснер пытается при создании своей системы растений использовать два признака – цветок и семя. Какие бывают семена и какие бывают цветы. Ну вот, повторяю, это оказалось, по-видимому, даже Гесснером не перевал, и свою систему он так и не довел до конца. Ну, и просто для того, чтобы покончить с Гесснером, следует упомянуть, что кроме опера «Ботаника», он написал еще потрясающую книгу. Книга, которая называется «История анималиумов. Вспомните историю животных». Но, отличная, в отличие от книги о ботанике, это достоверный, достаточно непорядочный повтор того, что сделала Аристотель. Ничего нового. Вот здесь Гесснер не уносил. Ну, а следующая фигура, это действительно, пожалуй, еще более интересная, чем сам Гесснер. Это Андреас Чезайпин. Или когда-то в России, в конце 19-го, начале 20-го лета, его называли Андреа Чезайпин. Значит, он родился в АРЦ и всю молодость, фактически-практически все время провел в Италии, почти никуда не ездил. Но он учился в Пизе и в Римском университете. С детства, буквально с детства, Чезайпин, то, что называется, пленен Аристотеем. Это вот, пожалуй, самый преданный последовательный источник в конце, в середине, в конце средней и средней годы. Чезайпин очень сурово критиковал всех средневековых столах. Он подчеркивал, что, несмотря на то, что Холаска там вели в одни фотоэстокии, в одни фотоэстокии, в одни фотоэстокии, в одни фотоэстокии, но они не понимали АРЦ, они извращали АРЦ. И в этом отношении, скажем, по геоклинскому расставалось очень приятно. Чезайпин, действительно, то, что называется, промит душу не просто аристотелевских описаний, он очень серьёзно занимался изучением всей перепатриотической школы АРЦ. И внёс очень много мыслей его в основные полагания аристотелевских философств. И в этику, и в метопилизму, и в естественную пиару. То есть это, опять-таки, был очень серьёзный и очень хороший специалист, грамотный, энергетически образованный человек. У Чезайпина возникли очень серьёзные конфликты с церковью. И нет, его, в отличие от Великого Второго, церковь не отменял в Магометанстве, но, надо сказать, он чудом избежал костра. Потому что не только рядовые южевиты, но и папская курия была настроена против Чезайпина. Потому что уж очень вот эти эристотельские взгляды, да, они очень противоречили тому, что толпы нет милохождения в этой среде. Единственное, что спасло Чезайпина от суда, следственные суда, это непосредственный контакт с тогдашней папой, Климентием Хеннадзе. Климентий действительно оценил и знания Чезайпина. ему было, по-видимому, просто интересно беседовать с ним. И более того, чтобы как-то оградить, подстригать своих жен, сторонников, он назначил Чезайпина своим лейтминским, главным лейтминским. И вот после того, как это произошло, Чезайпин мог действительно серьезно заниматься наукой. Папа обладал хорошим здоровьем, поэтому как мизик Чезайпину не приходилось тратить много времени. А вот наукой он занимался действительно очень хорошо. И удивительная вещь, он действительно работает в самых разных областях. Вот на этот Чезайпин, так же, как скажет Доджи Гесслер, действительно по-настоящему оказывает себя, именно как серьезный исследователь, как эрундит в самых разных областях геологии. Это и зоология, это и ботан. Правда, в зоологии, так же, как и другие исследователи своего времени, Чезайпин практически не внес ничего нового. За исключением одного. Он обратил внимание на то, чего арестователя на самом деле не было. Он обратил внимание, и не могло быть на такой действительности, он обратил внимание на то, как функционирует зоология. И вот среди других работ Чезайпина, пожалуй, наиболее серьезная работа заключается в том, что он пытался изучать кровообращение позвоночника. А вот Чезайпин, по сути дела, задолго до Гарвея открыл циркуляцию крови в теле позвоночника. Другое дело, что, в отличие от Гарвея, я о нем буду еще сегодня говорить, но в отличие от Гарвея, Чезайпин не облег это в такую ясную и точную форму, как Гарвея. Поэтому честь открытия кровообращения действительно по делам досталась только Гарвея. Но у Чезайпина все основные пустыла теории кровообращения теле позвоночника свободного мы можем найти. И это действительно по-своему, и для своего времени это очень серьезная работа. Но, пожалуй, самая главная работа, естественно, научная работа Чезайпина посвящена как раз, прежде всего, баталью, изучению России. Деплантес-либре, так называется, пожалуй, самая серьезная работа Чезайпина, она была опубликована во Флоренции в 1883 году. Там приводится очень детальный, подробный анализ анатомии и морфологии растений. А как бы вторая часть этого труда посвящена по-настоящему систематике растений. И вот теперь Чезайпин выделяет уже 15 классов растений. Ну, класс это не совсем точно сказано, это уже позднее появилось, потому что само понятие класс как тарсон появилось много позднее после работы. Но Чезайпин, эти группы растений, повторяем, 15 таксонов, будем так называть, 15 таксонов растений. Значит, первые два таксона, это понятно, это деревья и кустарники. Вот Чезайпин никак не различает, действительно, в таксономическом смысле разные квартали деревьев, разные кустарники. Для них и деревья, и кустарники в обществе тоже. А остальные классы, это из 15 классов, 13 классов, это посвящено уже настоящим растениям, которые, то есть травянистым, полутравянистым растениям, которые он различает уже совершенно четко. И вот здесь мы опять сталкиваемся с такой вот этой своеобразной системой с использованием двух разных признаков. Только в отличие от своих предшественников он использует не понятие, не цветок и плод, а он использует семя и характер плода. Вот практически вся система построена этим двум признакам. Но я специально хочу обратить внимание, это очень точная классификация. Конечно, это, по современным представлениям, ни в коей мере не может являться система. А вот классификация, он действительно создает совершенно четко. Ну вот пример. Класс третий. Единственное семя в плоде. Класс четвертый. Несколько семян в несистом плоде. Несколько семян в сухом плоде. И там действительно очень четко выделяются отдельные группы растений. Я пропускаю всю систему, это действительно заняло бы очень долго времени. Обращаю ваше внимание, что пятнадцатый класс не имеет плодов. А это папки. Папки такие, размножения которых уже мы по-изу и хорошо изучили. И он их тоже выделяет в отдельную. Вот такая первая, по сути дела, не система, но четкая классификация растений, как раз и принадлежала МГЧД. Казалось бы, что после появления таких работ, как Деснера, как Элапина, все должно двигаться нормально и ничего подобного. По сути дела, в конце шестнадцатого века, вот мы уже шестнадцатого и семнадцатого века, мы снова возвращаемся к старым диаскуридовским представлениям. Ну вот так в этот момент уходит работа Лобелиуса, в которой описаны семь классов. Первая, там есть вполне нормальные таксоны, да? Действительно. Первая, златая. Вторая, архидная. Лобелиус уделяет их за деньги. А вот третья, все огородные растения. Ну хоть и третья. Не было работы Лобелиуса, не было работы ГЭС, ничего не было. Снова огородные растения. Четвёртая, овощи. Интересно, как можно было отличить огородные растения от овощей? Так, по большому счёту. Пятая, деревья и куска. Класс, который держится всё время с одной системой с другой. А вот шестой – пальм. То есть деревья – одно, а пальмы – это совсем другой. И, наконец, льхи – папухники седьмой класса. Вот с этим мы и приходим в конец шестнадцатого, начало семнадцатого века. С такой системой. Я сейчас пока оставляю на время ботаников. Снова возвращаюсь к зоологическую башню. А что делали зоологи? Вот на притяжении тех-тех того столетия, о которых я говорил. Ну вот здесь мне необходимо сказать несколько слов, действительно, о крупнейшем деятеле своего времени – Вильям Гарвей. Гарвей – это, действительно, в какой-то степени совершенно уникальная фигура естества знаний. Я ещё хочу подчеркнуть одну вещь. Что никто из тех, кого я буду перечислять, а это, действительно, и настоящие учёные, и заслуженно научная память сохранила их имена. Это Гарвей, это Франческо Рейдиас, Ломердам – это, действительно, крупные, очень крупные деятели своего времени. Беда заключается только в одном – они не пытались, ну, никто из них не пытался усовершенствовать систему по источнику. Более того, они принимали эту систему как данность, и не то, что не пытались её критиковать. Вообще, не трогали… Вот есть эта система – и всё. А чем уж тогда они занимались? Занимались тем, что эти люди пытались создать то, что мы сейчас назвали экспериментальной геологией. Повторяю, их работа – это, действительно, уникальная работа того же Гарвея, да? Это эмбриология, это анатомия, это основа медицины. Это из работ Гарвея потом родился целый куст биологических наук. Но, повторяю, к системе, к макросистеме Львова эти работы не имели ни малейшего отношения. Но тем не менее, упомянуть всё-таки эти работы стоят. Итак, Гарвея, 1578 год, умер в 1657 году. Вообще, человек из такой очень благополучной семьи. Он окончил Контроперийскую гимназию, затем Кембридж, потом Падуанский университет. Всё-таки в Италию ездили учиться все. Даже не в Париж, в Италию. Это ещё слава итальянских университетов, начиная с Лидии ко второму. В Падуанском университете он был учеником крупнейшего по тем временам исследователя Фабриция Аквапенто. Аквапенто был, по сути дела, достаточно серьёзным анатомом. И потом, уже достаточно большое время спустя, многие недоброжелатели Гарвея говорили, что он украл идею кровообращения именно у своего учителя. На самом деле, анализ работ и самого Гарвея, и того, что оставил Фабрица, показывает, что Гарве и думал, и методически обосновывал на свою работу совсем не так, как его учить. Более того, он, по-видимому, достаточно активно спорил со своим учителем. Затем он возвращается в Англию, получает степень доктора и переезжает в Англию. В 1609 году он получает степень практикующего врача в Госпитале Святого Двора Фоломей. В 1623 году доктор Господь, это придворный врач в придворе Карла I. А в 1625 году он получает почетный титул, почетный медик Карла I. Собственно говоря, в этот момент он практически уже перестает заниматься такой непосредственной врачебной практикой. Любое почетное звание переводит к тому, что человек окончает заниматься тем, что он хотел бы заниматься, и он начинает заниматься тем, что совсем не так. Вот и с Гарлеем произошло то же самое, он перестал заниматься врачебной практикой, и у него появилось очень много времени для серьезных научных исследований. В 1616 году, кроме того прочего, он получает кафедру анатомии и медицины в Лондонском университете. Ну, это тогда был такой колледж врачей. И, будучи профессором этой камеры, он начинает читать курс, который почти целиком посвящает как раз фактически кровообращение. Повторяю, в 1616 году он начинает этот курс, осводив знаменитую книгу, посвященную идеологии кровообращения, он издает только в 1620 году. Я специально назвал эти две даты, деленные между двенадцать лет, для того, чтобы подчеркнуть, что Гарлей отличался одним удивительным свойством, характерным для очень серьезного исследований. Он практически все подвергал как минимум трех-четырех-пятикратному контролю. Любой опыт. Прежде чем говорить об этом слухе, и уж тем более писать об этом, Гарлей обязательно должен был проверить. Понятно, что скрывать живых людей Гарлей не мог. И вот здесь мы и сталкиваемся с еще одной важной вещью. Понятно, что все идеи, связанные с подтверждением настоящей теории кровообращения, Гарлей мог подчеркнуть только на вскрытии животных. Вскрывал он у разных животных. Отличал различия в строении кровеносной системы. Чем они отличаются у разных животных. Как течет, куда. Да. И вы понимаете, что из этого родилась совершенно отдельная область. Это не просто физиология кровоносной системы. А это сравнительная физиология. Вот так впервые в науке появляется вот этот сравнительный элемент. Основанный на очень тщательных и очень разнообразных. В этом отношении Гарлей действительно резко отличался от всех своих случаях. Это такой экспериментатор. Но экспериментатор, который, по сути дела, много раз контролирует результаты своего эксперимента. В работах Гарлея, вот и на это отмечают все, и современники, и последующие исследователи работ Гарлея, в них практически нет оприотных отверждений. Фактически каждый постулат подтверждается целый и достаточно обильный фактор. Предположение о том, что это может быть так, вот такого типа оборотов в работах Гарлея вы не найдете. Они написаны, в общем, достаточно сухим языком, но охарактеризуются фантастической точностью, смысловой поточностью. И каждая фраза, написанная в этих работах, она находит очень терпятый утверждение. Я повторяю, Гарлея издал свою книгу, а это целая книга, 1628 годов. И вот, тут и началась вокруг Гарлея настоящая смысл табреста. Гарлей покусился. У предшественников прошло незамерно, да? А вот, когда Гарлин издает свою книгу, да, то выясняется, что он покусился на святой зубик, он покусился на Гарлея. А вся работа Гарлея – это вот «Верзус Гарлея». Он вступает в Гарлея постоянные противоречия. И хорошо знающая Гарлея, уважающая Гарлея, читающая публика Европы, простить это Гарлею не могла. О чем говорил и писал Гарлея? Он, говорит, писал о том, что, да, он, по сути дела, первый человек, который попытался создать некое подобие теории кровообращения, как кровь течет в организме, а в пульмоночных животных. Но он пришел к следующим выводам, да, и неоднократно это повторял свою работу. Что существует два вида крови – кровь грубая и кровь одухотворенная. Я очень симатично, конечно, не слагаю взгляды Гарлея, но понятно. Кровь грубая и одухотворенная. Кровь грубая течет из печени по венам во все разные органы. То есть то, что кровь действительно течет по сосудам, Гарлея хорошо знает. Она вырабатывается в печени и повторяется еще к самым разным органам. В основном служит для питания. И благодаря ней и мышце, и самые разные органы, они получают вот эту грубую стычку. Одухотворенная кровь по Гарлеану. Она течет по артериям. Для ее, на пути одухотворенной крови, естественно, имеется сердце и любви. Это Гарлеан тоже знал. Да, он говорил о венозной крови, он говорил о материальной крови. Он очень четко оценил существование, роль сердца, роль людей. Но он никак не связал вот этот двойной кровоток в одно целое. Вот, повторяю, эти взгляды Гарлеана на многие века, уже как взгляды Аристотеля, они действительно полонили всех естественных испытателей. И отказаться от них для большинства из них было просто невозможно. Отказаться от взгляда Гарлеана. И поэтому, когда Гарлеан предположил о том, что в позвоночных животных существует один из двух кровоток, что это никакая не одухотворенная и грубая кровь не существует, что это одна кровь, которая совершает совершенно определенный путь по организму, а учтите еще одну вещь. Ведь еще, по сути дела, только зарождалась микроскопия. Состав крови еще никому не был известен. Это Левенбук увидит движение эритроцитов в капиллярах. Но для этого еще должно пройти слое. Она по цвету не отличалась. Что? По цвету она не отличалась. По цвету только. Так а почему Гарлеан на это обратил внимание? Артериальная или нормальная кровь. Но Гарлейта как раз и предположил, что это одна и та же кровь, которая просто на протяжении самого цикла меняет свой свой способ. В работах Гарлена есть еще одно такое забавное утверждение, что на самом деле одухотворенная и грубая кровь между собой могут немножко смешиваться в разных частях тела. Он даже пытался почитать пропорции этого смешения. Но против всего этого как раз выступал у Гарлейта. Он-то доказывал, что это единый круг кровообращения. Что кровь из вен перетекает в артерии, из артерии через сердце и легкие снова вены. И действительно нарисовал вполне, ну практически почти без ошибок, реальное движение крови в позвоночном животе. Добавьте к этому, что то, о чем я уже сказал, что он изучал движение крови у разных позвоночных. И действительно ввел такой, ну если хотите, сравнительный. Это действительно было очень крупное достижение науки. Но, повторяю, по ночам работы Гарлея вызвали, ну, сказать, что резко отрицательную реакцию, значит ничего не скажет. Ну, достаточно привести, я просто приведу несколько цитатов. Значит, ну, первым восстал против работ Гарлея Такой Жюль Риолар Младший. По свидетельству очевидцев он носил титул глава и корифея анатомов своего времени. Ну, с Жюлем Риоларом Младшим Гарлей вступил в переписку. Известны открытые письма о публикованной печати самого Риолана. Гарлей отвечает на это двумя очень подробнейшими письмами. Ну, по сути, делает научные статьи, которых он, опять-таки, доказывал с пактами в руках то, что он был совершенно прав. Ну, это хотя бы была вполне научная дискуссия. А вот прославившийся в свое время такой Гии Паттен, физиолог, медик, но он написал своих в том, что он оставил нам фантастические вещи. Открытие Гарлея он характеризуется следующими цитатами. Это цитата. Открытие Гарлея представляет собой парадоксальное, бесполезное, ложное, невозможное, непонятное, нелепое, вредное для человеческого организма учение. Это критика. На самом деле критики тут никакой, как вы понимаете, не допустим. Но, тем не менее. Паттен именно так характеризуется, как Гарлея. Но, надо сказать, что вся эта дискуссия между Риоланом Младшем и Паттеном, Гарлеем, она получила очень широкую огласку. Это не значит, что уже существовало дневничество. И книги, хоть и не сразу же, все-таки перевозились из Англии, в Америю, во Францию, из Франции, в Италии и так далее. Такой книгооборот уже существовал. И в ответ на это выступление Гиг Баттена ему ответил не кто иной, как Мальер. В своей знаменитой комете «Мнимо больной» он выбил в качестве Паттена доктора Пюргонта. Доктор Пюргон – это такой кандовый, замшелый, ничего не понимающий в медицине этот врач. По свидетельству очевидцев, Пюргон – как две капли воды. И он напоминал вот этого самого Гиг Баттена. Ну, а что касается самого Гарлея, то он, в общем, достаточно спокойно относился ко всем этим нападкам. Тем более, что на самом-то деле все обвинения против него, а обвинения были еще фантастические. Ведь после того, как все-таки правота Гарлея была признана, признана большинством исследователей, на самом-то деле попытались Гарлея отнять приоритет в создании теория кровообращения. Потому что, кому только не приписывают, и Гарлея, и, так сказать, Визаль, и целому ряду других исследователей, что это именно они точно сформулировали, так сказать, что происходит с кровью в человеческом организме. Ну, на самом-то деле, опять-таки, все время все оставило по своим местам. Гарлею пришла действительно настоящая слава. Он действительно становится единственным открывателем, создателем теории кровообращения. Но тут начинается, я бы сказал, политический передвиг. И, будучи придворным, почетным медиком Карла I, естественно, Гарлей должен был, ну, скажем так, Кромвель и компания, которая заявляла, и вся деятельность Кромвеля приведела к тому, что Гарлей фактически оказался в незаконном. После того казни Карла I, Гарлею пришлось уехать, некоторое время он путешествовал, ну, а за это время дом его был разграблен. И целый ряд рукописей, которые мы знаем только со слов самого Гарлея, на самом деле оказался полностью уничтожен. Ну, просто сгорели во время пожара. Ну, через некоторое время, все-таки после казни Карла I, Гарлей получает возможность нормально жить. Он, правда, отказывается от всех названий, от всех чинов, ведет такой очень оседлый образ жизни, снова поселяется в Лондоне и занимается уже не кровообращением. А самое интересное, он начинает вообщем заниматься эмбиологией. Это вторая область, в которой Гарлей действительно оказался удивительным. Надо сказать, что, опять-таки, пока это было... Это, конечно, не настоящая эмбиология. Повторяю, в это время только начинала формироваться микроскопия. Еще один Бук не начал свою работу. Существовали первые микроскопы братьев Янсен, очень несовершенные, я об этом буду говорить чуть дальше, Я специально посвящу этому разделу одну из лекций, да, эволюция микроскопии. Что происходило в микроскопии? Так вот, повторяю, первые микроскопы братьев Янсен, которые появились примерно за сто лет, вот в это время, да, от момента появления первых моторов Янгока, они были еще очень несовершенны. И поэтому, естественно, серьезно заниматься эмбиологией Гарлей не мог. Но Гарлей установил несколько действительно потрясающих вещей. По сути дела, он, конечно, не сформулировал настоящий биогенетический закон. Как-то сделал много позднее в мире. Но он показал, что развитие многотряточных животных идет несколькими достаточно стабильными способами. В разных группах по-разному. Более там. Есть какие-то очень примитивные этапы. Вот здесь он подбирался к этому самому биогенетическому закону. А уже на более поздних этапах начинают появляться признаки, характерные для каждой конкретной группы. Есть более общий, да? И, повторяю, в филогенетическом плане, мецепризнаки начинают появляться только в конце Энгрии династии. Именно Гарлей принадлежит знаменитая фраза Огне Энем, как слива, все живое из яйца. Это была первая четкая формулировка, исключающая возможность самозарождения. Все живое, подчеркиваю, Гарлей. И, собственно говоря, вот вся вторая половина жизни Гарлей как раз и была посвящена вот этим биологическим работам. Почему-то о них чаще всего забывают, все вспоминают о том, что Гарлей создает теорию правообращения, но в действительности эмбриологическим компонентам работы Гарлей ни чуть не уступает его первой части. Сравнительные, я бы так сказал, сравнительные физиологии правообращения и сравнительные эмбриологии. Вот эти элементы сравнения, это принципиально важная особенность. С них началась и сравнительная физиология, и настоящая эмбриология. Ну, а что дальше? Ну, а дальше непосредственно за Гарлей, пожалуй, такой наиболее яркой фигурой, и даже не одна, а две такие фигуры. Это был Франческо Рэдди и Риоганн Славердан. Франческо Рэдди, вот он здесь представлен. Франческо Рэдди, это уже по-настоящему 18-й, 1626-1690-й годы. Классический итальянский профессор. Работал время, работал в ПАДы, блестяще читал лекции. Франческо Рэдди полностью подтвердил горлеевское положение. Все живое из лица. Никаких, ни в навозе, ни в почве, ни в тканях России, ни в еще тканях России. Жизнь не самодорожная. Даже Иристотель все-таки не исключал возможности самодорожения жизни. Славерка Франческо Рэдди очень четко это говорит. По сути дела, это 16-й век. И, соответственно, 17-й веке уже появляется более-менее, я еще раз это подчеркиваю, более-менее работоспособная оптическая техника. И, судя по всему, Франческо Рэдди хорошо владел этой техникой. В основном Франческо Рэдди занимался жизненными циклами. Вот это иллюстрация из работ Франческо Рэдди. Он детально описывает метаморфозы, насекомых, амфидии. И сворождает эту картинку. Ну, если присмотреться к этой картинке, то ведь все, что описал он за 4 века до нашей эры, описал Иристотель. Фактически ничего не видно. Но теперь это очень обширный материал. Вот я это специально здесь подтвердил. Очень обширный материал. С очень точными и детальными описаниями. Уже даже без картинок мы узнаем то, с чем имел дело автор. Вот старых работах без картинок узнать было невозможно. Вот теперь появляется, наконец, вырабатывается научный язык, который вполне понятен и сейчас. Более того, Франческо Рэдди начинает заниматься, ну, если хотите, паразитологией. Нет, слово паразитология еще, как таковое, не возникло. А вот Франческо Рэдди начинает заниматься. Он начинает вскрытие не только позвоночных, но и беспозвоночных животных. Вы помните такую стадию в жизненном цикле триматод, которая носила название Рэдди? Именно Франческо Рэдди открыл эту стадию в жизненном цикле триматод. Он, правда, ничего не понял. Он не понял, что он открыл. Потому что он решил, что это любимые им мухи, мелкие паразитические мухи, которые завершают свое развитие в молюстах. Повторяю, никак это не относилось к поздним человеком. У нас в библиотеке, в университетской библиотеке есть знаменитая работа Франческо Рэдди, в которой он как раз описывает эти стадии. Я очень внимательно изучал эти картинки. Это, пожалуй, первая микроскопическая работа. Вот я специально обращаю на это ваше внимание. Первая. Мне не удалось найти более ранних работ. В которых тот же Рэдди описывает обнаруженных в молюстах, а это размеры 500-700 микрон в меньший миллиметр организма. Так вот она описывает этих личинок, Повторяю, не понимая, что он видел, неправильно определив их, отнеся Эдиптера, описывает настолько точно, что мы сейчас, ну, естественно, не до вида и до рода мы определить не можем, а могу с полной гарантией сказать, с какими семействами, с представителями каких семейств он имел делать. По тем временам это действительно потрясающее достижение. Если учесть, что некоторые современные морфологи описывают этих личинок намного хуже Рэдди, используя навороченный микроскоп, то это действительно потрясающее. И, повторяю, это тоже своего рода такая экспериментальная залогика. Вскрытие, детальное наблюдение именно в состоянии эксперимента за развитием организма. Кроме насекомых, это любимый объект в Ранческой Рэдди, он еще занимался и амфибием. Он детально изучил метаморфоз амфибии. Судьбу головастика, превращения головастика в любви. И, опять-таки, да, никаких работ посвященных системе в работах Рэдди. Следующая удивительная фигура – это Иоганн Свамардан. По сути дела, трагическая фигура. Фактически он погиб совсем молодым. 1637-й год, год рождения, 1680-й год. Он учился в Лейдене, завершал образование в Париже. А дальше, дальше опять начинается. Разные области, по сути дела, экспериментально делают. Так же, как и Рэдди, он очень много внимания уделил метаморфозу. Явление метаморфоза. И у насекомых, и у амфиби. То есть они не совпадали иногда по объектам. И надо сказать, что работа Слава Дама действительно подтвердили то, что наблюдает. Но он изучает, открывает совершенно новую область. По сути дела, Совет за Горэем занимается сравнительной физиологией. Горэем, чем занимался Горэем? Он занимался кровеносной системой, физиологией кровеносной системой. Чем занимается Слава Дама? Он изучает дыхание, процесс дыхания. Вот так биология постепенно начинает, я специально привел эти примеры, чтобы показать, что биология, зоология в частности, начинает распадаться на отдельную область. Именно в этот период. Переходя от позднего Средневековья к нашему времени, формируется тот комплекс биологических наук. Это еще не науки, это еще небольшие разделы. Но закладка формирования их происходит именно в этот период. И связана как раз именно с теми именами, которые я называю. и Горвей, и Слава Даму, и Рейди, и целый ряд других. Все хорошо. Кроме того, Слава Даму, пожалуй, еще сделал одну очень важную вещь. Он впервые, впервые, по-настоящему занялся анатомией без позвоночника. Анатомией без позвоночника, в частности, насекомых. Не просто внешнее писание. Это и Сталин делал свое время для Сталина. А вот тайное писание внутреннего Сталина. Он занимался поведением. В частности, это были первые работы по общественному насекомому. Он написал состав пчелинной семьи. Показал существование различий между разными членами семьи, и они использовали. Опять такие самые разные наблюдения выстраиваются в общую корму работ с Ланарданом. А суть одна. Это опять эксперимент. Наблюдение эксперимента. Очень точное сравнение результатов собственных наблюдений. Ну, я говорил, что, к сожалению, Слава Даму кончил трагически. Очень рано кончил трагически. В какой-то момент у Слава Даму началось, по сути дела, настоящее помешательство. Помешательство, в котором он категорически полностью отказывается от того, что он сделал. Он объявляет, что биология – вредная наука. Ну, как-то это обмаковано. Не просто вредная наука, она противоречит идее Бога. Альба Фома Аквински порадовалась, создатель Томизма, да? Он не просто противоречит идее Бога. Это наука, порожденная дьяволом. И заниматься ей ни в коем случае нельзя. Ну, чем дальше, тем лучше уже погружался в кучины своего безумия. Ну, это уже оставался он, ну, так или даже не дописать, до 50-ти лет. На самом деле, это был один, ну, пожалуй, один из самых крупных ученых своего века. Ну, а теперь мы с вами… На этом я окончаю, опять-таки, с вот этими своими вековыми деятелями. Это уже, по сути дела, наше будущее. Мы подходим к самому яркому событию, которое реализовало, конечно, 17-го и начало 18-го веков. А это событие было связано как раз с появлением микроскопии. Значит, специально обращаю ваше внимание. Мы сейчас будем говорить об Антоне Левенгуке. Это даже не… Не ее раздел лекций, посвященный микроскопией как таковой. А речь идет о персонале его непосредственно об Антоне Левенгуке. Это удивительная фигура, вокруг которой… Я специально буду о нем говорить достаточно подробно, потому что вокруг которой накопилось такое количество мифов, такое количество нигилиз и сказок, как ни в одной… Ни одна другая фигура в истории биологии таким бы сложным списком не обладает. Причем это относится и непосредственно к тому, что делал ему, это относится к анализу его наследия, к тому, что он отставил. Это относится и к характеру самого Левенгука. В сознании уже исследователей последующих поколений Левенгогом твердо закрепилась слава создателя микроскопа. Этой славе во многом способствовала знаменитая книга «Поля де Квини» или «Поля де Крайфа», по-разному ее перевелось на русский язык, известная, популярная книга, называющаяся «Охотники за Мингроб». Первая глава этой книги, «Охотники за Мингроб», как раз изучена реографией Левенгога. Но я специально хочу подчеркнуть, Поль де Крайф не создал эти мифы, он только популяризировал. Эти мифы возникли задолго, до появления книги первой половины двадцатого года. Ну и первый миф, с которого я хочу начать, на самом деле, это о том, кто же и как создал микроскоп. Так вот, микроскоп был создан за сто лишних лет до рождения Левенгога. И создателями микроскопа были братья Янцен, как Захарий Янцен. Старший брат, именно ему принадлежит сама идея создания микроскопа. Именно он создал микроскопы. И именно на микроскопах братьев Янцен как раз и работал тот же самый Рэнди. И тот же свой Мердан. И это был настоящий микроскоп. Специально на это обращаю ваше внимание. Это был настоящий микроскоп, состоящий из двух оптических систем. В нем был очень примитивный объектив, который создавал картинку. А эту картинку, изображение, не сам объект, а изображение объекта, мы рассматривали в окуляр. Вот эта двучленная оптическая система и есть микроскоп. И только она может называться микроскопом. Левенгог за всю свою жизнь не создал ни одного микроскопа. Это вот первый микроскоп. То есть Левенгог вместо ответов микроскопа появились значительно раньше. И к тому моменту, когда Левенгог начал создавать свои оптические приборы, К этому времени, микроскоп Братьев-Янсен был уже в значительной степени усовершенствован. Ну, например, в нем появился принципиально новый узел. Ну, не принципиально новый, но качественно новый. Узел окуляр двигается, заимствованный, кстати, микроскопистами того времени у астрона. И это резко повысило качество создавания картинок. Но об этом, повторяю, я буду опять-таки говорить отдельно. Или отдельно, не специально. Когда мы будем разбираться с вопросами о том, что такое клетка и как ее можно изучать. Значит, что же делал тогда Левенгог? А Левенгог создавал лупы. Это сам Левенгог, уже достаточно поздний. А вот это то, что он создавал. Это вот примерно вот такой величины приборчика. Не современные оптические, да, головоченные микроскопы. Ну, вот. Ручной. Его можно было удержать в одной руке. А в другой руке он не пулял. Вот Левенгог был блистательный механик. То, что он создавал, по сути дела, это обычные лупы. Обычные величительные стекла. И вот здесь мы сталкиваемся еще с одним микром. Суть которого, опять-таки, восходят более ранним источником, но очень серьезно в охотниках за микробами полиом лупы. Всюду указывается, что Левенгог был великолепным шлифовальщиком убийства. Он действительно овладел, овладел вот этой профессией, да, шлифовальщиком. Левенгог был в совершенстве. Миф очередной. Потому что на самом деле все было не совсем так. Левенгог был действительно блестящим механиком. Подсоздать этот маленький прибор, да, повторяю, да, вот, женщины, естественно, зимой. Это дорогого строго. Но в этот прибор вставить почти сферическую линжу, это стоило уже не просто дорого. А для этого надо было быть минимальным механиком. Потому что Левенгог получал линжу сферическую. Не двояковое буквально стекло, а настоящие сферические линжи, обладавшие минимальными размерами, да, меньше миллиметров, иногда чуть-чуть и больше. Сфера, идеальная гладкая сфера. Ни один шлифовальщик такого по тем временам сделать нельзя. И это невозможно. Действительно, и я. Да, начинал Левенгог действительно с созданием в самых просьбниках луг. Но очень быстро убедился, что надо увеличивать кривизну. Надо постепенно приближаться к сфере. Слов таких он и не знал, но экспериментальным путем это почувствовал. И тогда он придумал совершенно фантастический способ. Он отливал свои линжи. Это капли. Капли, в которых нужно было чуть-чуть, действительно, немножко отшлиповать того, чтобы убрать капли. Уже в наше время подобные опыты даже у нас на Камзюре ребята это не проделывали. Пытались создать ленинговские микроскопы. Но в них было видно. Действительно, удавалось получить хорошим чтением обстоятельств. Достаточно ровные капли. И почти без искрашений различать простейших действительно было можно. Но, повторяю, мы, конечно, не Левенгоги. Для этого надо было все-таки обладать терпением Левенгука. Для того, чтобы создавать действительно высококачественные приборы. Но, в принципе, вещь вполне оказалась возможной и красивой. Левенгоги. 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 Ну а что с собой представляли вот эти микроскопы Левенгоги? Представляли они следующее. Значит, вот это окуляр, собственно говоря, глазок, который надо было посмотреть. Именно сюда, здесь располагалась вот эта сферическая линза. Вот, как он удрялся это крепить, это действительно почти через три леса. Значит, мы для этой цели использовали современные суперклеи, которых у Левенгога, понятно, не было. По линии. Это была только механическая линза. С этой стороны Левенгог располагал писательный статив, который обладал подвижностью, можно было его двигать вверх. А кроме того, обладал еще один такой же штативчик, заканчивающийся острой иглой, расположенный на точках против глазка. Вот можно было менять положение этих двух элементов для того, чтобы предводить необходимый объект, непосредственно располагать против внука, а главное, менять оксусное расставление. Вот, собственно говоря, все, что это будет. То есть, винты на леводке, да? Никаких осветительных приборов, никакого освещения, свет только на винты, он был обычный зеленый свет, но на солнце. Смотреться вот так будет. Сюда можно было помещать либо готовые, ну, ценные такие предметы, от крылов, мсякового, лягушачьего лапа или еще что-то. Сюда можно было помещать и маленькие трубочки, перевязывая тихонечку иглы, а эти трубочки наполнять жидким содержанием и смотреть, что происходит. Вот он впервые использовал как бы постоянные препараты, да, такие временные препараты могут наблюдать за жильем, самым разным жильем, а то и бактерии, это и мелкие черви, это и простейшие. Повторяю, объекты были самыми. Но при этом действительно получалась вполне четкая картина, которую он мог описывать. Вот должен сказать, что микроскопы братьев Янсена такой четкой картины не давали. Даже нужны шансы. И, наконец, третий миф. Я начинаю с мифа, потом будем, потом подробно будем собираться с тем, что я видел. А третий миф заключается вот в следующем. К Ленингуку приписывают на самом деле целый этакуче своего рода гестиалий, который якобы он оставил в своих научных публикациях. Знаменитые письма Ленингука в Лондонское королевское научное общество. И там описывают самые разные вещи, что Ленингуку простейших видел рога, ганады, внутренние органы. Не мог он это увидеть. Техника не позволяла. Причем даже желание. Более того, Ленингук на самом деле оставался до конца дни своих практически очень невежественным человеком, который не кончал никаких университетов. И который не знал, вот я специально подчеркиваю, не знал, что он должен увидеть. Это такая нехорошая вещь, гипноз знаний. А при этом мы можем догадываться, что мы там можем увидеть. Вот Ленингук этого не знал вообще. Поэтому описания Ленингука, они не полны. Но они точны. Я специально на это обращаюсь. Если уж он рисует Амюгу, то он рисует Амюгу, а не хвоста только, как Амюгу. Это потом уже, после Ленингука, их была целая плеяда исследователей, вплоть до 1848 года. Пытались увидеть в простейших подобие многоклеточных животных. Вот откуда появлялись хвосты и рога, и копыта. Вот откуда весь этот фантастический, повторяю, бестиарий, который в кошмарном сне не применится. Нет, ну естественно, серьезные ученые, а их тоже они будут говорить в дальнейшем, естественно, там не рисовали всего того, о чем я только что сказал. Но вот в начале, непосредственно после смерти Ленингука, тот же Гидл, Миллер и целый ряд других исследователей, вот они с жаблозными, с томных жаблозными, вот два таких здоровенных дома наполненных вот такими картинками, это действительно ужасные. Но, повторяю, к Ленингуку это не имеет ни малейшего отношения. Но почему-то с молвами точно все это предусловлено было. Хотя на этих работах стоят совсем, чем другие характеристики. и главное, они выполнены уже почти 50-60 лет спустя после смерти. Так что вот это тресновных мифов. Значит, Ленингук первое, самое главное, не изобретал микроскопом. Второе, и микроскоп, надо сказать, очень усовершенствовался на протяжении жизни Ленингука. Потому что, если хотите, между исследователями разных стран возникло такое своего рода соцсоревнование. Кто опровергнет Ленингука? Для этого надо было создавать свои микроскопы. А Ленингук хитрый товарищ. Он никому не нашел ни одного микроскопа. Все микроскопы он хранил на себя. Он не продал, не подарил ни одного микроскопа. Хотя среди просителей были вполне достойны катясонов. В частности, царя Петр Алексеевич. Который посетил Ленингука. Смотрел в микроскоп. И очень просил, чтобы ему допроводили микроскоп. Ну и не только он. Повторяю, это очень своеобразный человек. Который увидел Вот я еще раз хочу подчеркнуть. Он увидел нечто новое. То, что никто никогда не видел раньше. Он увидел новый мир. Мир микрографии. Нет. Элементы микрографии были. Сколько уборен. Роберт Гук. Поначалу очень активный оппонент Ленингука. Вот как раз и Роберт Гук вынужден усовершенствовать свои микроскопы. Для того, чтобы создать свою знаменитую книгу микрография. Описание мелких организмов. Описание этих мелких организмов не придало ничему. Потому что это было на три четверти фантазии. Ну, просто техника не позволила. А вот Ленингуку видел и описал очень точно. Как раз после этого, как начинается веское совершенствование микроскопов. И достаточно быстро все ленингуковские наблюдения подтверждаются полностью. И начинается издание его писем. Ну, это своего рода статьи. И в этих письмах Ленингук описывает то, что никто никогда не видел. И самое главное, он описывает особую группу животных. Совершенно особую, неповторимую, ни на что не похожих. И описывает к этому совершенно точно. Это потом исследователи попытаются увидеть там какие-то признаки нормальных организмов. Ничего подобного этого не было. И этих животных он называет анимайкулоинфузуем. Инфузум – наливка, настойка. А анимайкуло – это уменьшительный суффикс. Эй. Наливочные зверюшки. Так можно перевести это название. А с этого, как вы понимаете, начинается новый этап развития головы. У нас есть пока еще не очень совершенная система растений. У нас есть достаточно совершенная, неприкасаемая система животных, созданная с ноги летом. А какова роль этих мелких наливочных зверюшек? А их? Вот с этого момента белые действительно страдают острые головные уборки. Но об этом мы будем говорить дальше. На следующий раз. Всё. Спасибо. 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 Спасибо.